Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Quest Chance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас будет видеопокупка теннисийской лошади, боже ж ты мой! Наконец-то, скажете вы, она покупает себе теннисийца спустя столько месяцев, да почти год, мне кажется, прошел. Так что да, отправляемся быстренько покупать в себе теннисийца. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Я просто уже не могу ждать, ребята, я очень долго думала, все взвешивала, и вроде как даже с подписчиками мы с вами уже решали, какие масти я бы могла бы купить. Но верите или нет, я так и не определилась, я так и не могу понять, кого же я все-таки хочу по масти для теннисийца, поэтому сейчас будем думать. Я правда так и не перешла на английский язык, да, но уже не хочу, уже не хочу, уже не могу, не могу, не могу. Так, вот они, четыре, четыре теннисийца, из которых я никак не могу определиться, кого же брать. Ой, да, и самая большая ошибка-то, я точно хочу стриженого с корешечкой, прям вообще, точно-точно. Сейчас везде надо ее, эту стрижку, сделать. А даже нажимать не надо, просто перезайти. Вот, все. Вот они, четыре, красавца, хочу точно, жеребца. Он, человек уже там в хавлоинском стиле во все начинает кататься. Да-да-да, уже скоро, уже скоро. Так, ну есть одна проблема. Значит, вот этот серый в яблоках есть на моем аккаунте Джессики, которая занимается конкуром. А вон тот, в конце мышастый, или как правильно, в общем с черной головой, есть на моем аккаунте Наталья, которая тоже занимается конкуром. И мне безумно, конечно, нравится серый в яблоках, прям очень сильно. Поэтому, если исключить серого и серого, скажем так, два крайних донеситься, то остаются вот эти двое. И вот это уже большая, красивая проблема. Потому что этот конь прекрасен тем, что у него есть ген Сильвер. То есть он вороной, но с геном Сильвер. У него серебристый грива и хвост. Очень красиво выглядит, безумно, прям шикарно смотрится. Но вот тут вот, ребят, тут как бы некая сборная солянка странностей для меня. У него очень красивый оттенок гривы, хвоста и даже кончик слегка более светлый, чем корни и вся длина. Безумно красивая масть. Также он в яблоко. У него красивая отметина на моське. Виднеется розовый носик. И это то самое исключение из правил. Когда я люблю вот такие отметины на ножках. Я безумно люблю вот такие гольфики. Когда носочки или чулочки, я не признаю его и вообще не люблю. Но вот такие гольфики. Да еще и на всех четырех ногах. Тут как бы знаете, ну все. Это вот единственное, что я могу полюбить из таких отметин. Поэтому как бы тут вообще да. Но они все, кстати, розовоносые. Это не считается. Вот даже у того с черной головой тоже есть отметины, где виднеется розовая носопырка. Я бы купила двух теннисицев, честное слово. Да тоже как бы надо... А кого? Надо думать, надо решать, из каких мастей выбирать. Надо начать хотя бы с одного. Ребята, кого бы выбрали вы? Вот кого бы выбрали вы? А может быть вы кого-то из этой четверки-то и купили. Даже не знаю. Ладно. Меня подкупают вот эти шикарные гольфы, которые есть не на каждой лошади. Да, и мне кажется, вот мне надо. Мне надо, мне нужен именно ты. Да. Красавчик. Давай тебя все-таки возьмем. Итак, теннисийская прогулочная лошадь. Скидочный сезон. 589 старкоинцев. Характеристики. Сила 1, дисциплина 2. Скорость и выносливость по нулян. Гибкость 3. Подходит вестерн за счет своей гибкостью. Так, это будет жеребец. Взрослый. Так, а вот как тебе назвать, друг мой? Есть что-то похожее на платина? Так, вот это сложно. У него такая мастерча. Интересно, у меня таких ни лошадей нету вообще нигде. Поэтому сейчас придется подумать. Ребята, вы не поверите, но я нашла, кажется, ему имя. Титановая платина. Но. Но. Минуточку. Оказывается. Я думаю, ну, титан. Как бы прочный. И платина. Я, может быть, думала бы бронзовую платину. Но это как бы слишком. А тут титановая платина. И несмотря на то, что это жеребец. И просто из любопытства. Я пошла в интернет и загуглила. Титановая платина. Так вот, оказывается, в нашей вселенной существует такое неорганическое бинарное неорганическое соединение. Которое как раз интерметалит платины и титана с какой-то там формулой. И называется это плати... Платина титан. Одним словом. Платина титан. В общем, я не знаю. Может быть, мне его так и назвать. Это было бы очень... Очень бинарно, неорганическо. Но давайте я еще подумаю. Ребята, это какое-то испытание. Я все-таки перезошла, чтобы назвать его на английском. Потому что я думала на английском это будет намного круче смотреться. И оказалось, что в английской версии нету слова платина. Ни в какой части. Ни в какой. Ни в первой, ни во второй. Вообще нету слова платина. Хотя пишется по-английски платинум. То есть, как бы, PL. Я смотрю, тут нигде этого нету. И я, если честно, так расстроилась. Потому что я надеялась, что в английском обычно слова наоборот стоят. И тут бы я назвала как раз платинум титан. Но тут такого нету. И я вот очень сильно расстроилась. Ой, ребята, это очень сложно. У меня давно таких вот... Таких заминок не было с именами. И решила, может быть, назвать его Ройл. Королевский. Но тут, оказывается, у нас есть просто буковка Y. И читается как Ройли. Ну, ласкательный, я так думаю. Просто королевский. Или можно королевский победитель. Ройл Винер. Ну, кстати, Ройл Винер мне больше нравится. А то Ройли это как-то так ласкательный. Мне кажется, больше для кобылки бы подошло. Ну что ж, жеребец, взрослый Ройл Винер. Не видать мне платина титан. Жалко. Но я забуду. Я забуду такую длинную кличку. То есть, а может быть и не забуду. Ну, посмотрим. Может быть, я его дома на конюшне буду назвать. Платина титан. На всю конюшну орать. Ну, а так Ройл Винер. Посмотрим. Может быть. Я, кстати, пока не вижу у него никакого ласкательного имени. Но, может быть, оно придет чуть позже. Не всегда же все сразу. Итак. Танисийская лошадка. Поскидка 589. Это у меня 89. Изменено с учетом стрижки. Я же его еще и с короткой игры выделаю. Так. Взрослый. Жеребец. Ройл Винер. Покупаем. Боже, мне так не хватает этого надписи. Поздравляю с приобретением твоей лошади. Она отправляется в конюшню. Удачи тебе с твоей новой лошадкой. Боже. Мне так не хватает этой вывески. А тут просто вот эта вот анимация. Она, конечно, очень милая. Но можно вначале, к примеру, вот эту анимацию. А потом, когда я нажимаю отправить в конюшню. Чтобы высвечилась вот эта старая добрая записочка. Что удачи тебе с твоей новой лошадью. Сенту Стейбл. Ура. Просто ура. Так. Так. Все. Пока что мы больше никого здесь брать не будем. Пасафина у меня есть. Финн у меня есть. Готланд у меня. У меня нету Готланда. Но я не буду их брать точно. Не хочу. Не хочу. Так что отправляемся теперь на конюшню. Смотреть моего первого в жизни теннисийца. Так. Ура. Наконец-то мы приехали на конюшню. И где мое счастье? Здесь стоят пока что все воистковые. Точнее соревновательные кони. Где? Вот оно счастье. Ройл вина. Ройл. Хотя может быть его Ройл и называть. Только не как королевский. А просто имя. Ройл. Только Ройл. Ро-эл. Или Ройл. Не знаю. В общем. Не знаю. Очень красивый. Боже мой. Конь. Ты даже не представляешь. Год. Почти. Чуть меньше. Чуть меньше года. Чуть меньше года. И... Ты только сейчас появился у меня на конюшне. Ну а если бы я повелась на эмоции и купила бы сразу того Танисица, который бы я хотела год назад, то это был бы точно серый в яблоках Танисица. Так. Но у меня Танисица точно нет. Я это помню. Так что можно ему ленточку повесить в конюшне, что это первый конь своей породы у меня на конюшне. Так. И повышаем ему уровень до второго. Уйди красавец какой. Так. Тебе надо будет недоуздок купить, но мы подождем Хэллоуина. Может быть что-то там найдем очень красивое для тебя. Вау! Я очень редко катаюсь на тех аккаунтах, на которые есть Танисицы. Причем там и там это, вот на двух аккаунтах, это первые купленные лошади. Поэтому я очень отвыкла от этого. Какой ты худенький. Последний раз я очень много каталась на Танисице на аккаунте Хина Вестлайн, когда был лагерь Вестрон. Но это тоже было уже достаточно давно. Так, значит, допустим... Допустим, 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 ты будешь пока что, пока что мы тебя ставим конкурным. Или выездковым? Не, давай мы тебя пока что сделаем конкурным. Вот у меня тут вот такие вот красивые, есть красивый сет. И... и-и-и... найди... где... где вольтрапы? Где конкурные вольтрапы? Так. То есть тут лежит, валяется. Вот так. И нужны нагавки, 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 нагавки. Так, у меня, кажется, были пиратские нагавки с Форт Пинта, с чемпионата. Так, я могу аши... Да, вот они, простые, самые простые нагавки чемпионата Форт Пинта. Так, подожди, я тут не в порядке. Ой, кстати, я еще очень хотела... Дартмур пони Батоши, ты мне немножко мешаешь. Я хотела посмотреть, как на его гольфиках смотрятся колокольчики. Эта лошадь не может носить колокольчики. Разработчики, обидно, обидно вообще-то, лошадь-то вон новая. Но чуть меньше года вообще-то, чтобы ее уже в старики записали. Так, и давайте я быстренько тоже найду что-нибудь на себя, по стилю. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ой, столько всякой одежки, я даже не знаю. И не хочется уже одевать каких-то кофт, потому что на улице холодно. О, вот это. Эту кофточку. И-и-и-и-и-и-и-и-и. Не, ну джинсы как-то не совсем охота. Ой, вот эти вот. Так, шлем, шлем. Еще нужен шлем. Я забыла, что еще шлемочок нужно поменять. Так, вот так вот. И мой любимый шлем с не самыми лучшими характеристиками. Нет, все-таки надо другие штаны. Эти как-то более теплым отдают, а мы в холодном сете. Сейчас катаемся. Я где-то покупала такие хорошие черные, прям черные-черные были штаны, но я их не вижу. Может быть, вот эти есть? Нет. Может, вот эти? Ну, допустим. Ну, я не уверена, что это то, о чем я думала. А здесь нет? Здесь нет. И в рюкзаке нету. Надо поискать. Нехватка черных штанов. Именно хорошего, глубокого цвета. Так, чтобы вообще было. Night Rider. Pants. Pants. Нет. Ну, я не знаю, давайте пока вот в этих. Мне уже в глазах мелькает. Но слушайте. Слушайте, мне прям нравится. Очень красивый конь. Давайте поедем и посмотрим на него уже в деле. Ну что ж, вот мы и приехали в конюшню золотого листа, потому что сейчас осень. Решейда у меня нету. Ставить я его не собираюсь, а золотые листочки только здесь. Вот вместе с конкурными препятствиями, которые мы будем пробовать. Ой. Да, 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 да. Это то, чего я хотела. Это прям то, чего я очень сильно хотела. Наверное, это несица я буду брать по большей части в конкур. Прям очень нравится. Прям безумно нравится. Как он прыгает, как он голубым едет. Мне еще нравится у него рысь. Ну вообще, шаг, рысь. Но мне не нравится у него манежный. Манежный у него все-таки такой более вестранский, хромой или же горный. Но мне кажется, никак не спортивный. Также у нас есть еще специальный элемент. Причем два, по-моему. Или один. Один, мне кажется, ходьба. Но она доступна только на седьмом уровне. Это вот такой вот специальный шаг у нас, который больше как горный и по холмистой местности. Да, у теннисийцев один специальный элемент. Так что, ой, вот такой вот чудеснейший конь. Ройл-винер. Ставьте лайк. Те, кто очень ждал, когда же Даша купит себе теннисийца. Прям надеялся и верил. Кто еще помогал мне с выбором масти во время стрима. Да. Если, кстати, вы выбирали именно вот эту масть, то напишите обязательно, что ура! Ты выбрала того, кого мы с тобой выбирали, на кого я тебе показывал. Мне будет очень приятно, что я все-таки выбрала ту лошадь, которую вы мне рекомендовали. Это всегда очень-очень приятно. Так что, на этом все. Видео подошло к концу. Оно было очень выматывающе в моменте выбора имени. Но я очень довольна. Безумно красивая лошадь, красивый сет я на него собрала. Мне нравится. Ну, а на этом все. И мы с Ройлом будем с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Боже мой, я не верю! Я не верю! Я наконец-то купила Тенниси! Ура! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!